Наш следующий докладчик это Юлия Лебедева из компании Невософт. Юлия занимает должность руководителя отдела рекламы и пиар, а также выступает главным редактором информационного портала, посвященного продвижению игр на мобильных платформах. Юлия расскажет нам очень интересный доклад. Ну что же, давайте послушаем. Спасибо. С вашего позволения я хотела бы начать с короткой грустной истории о том, как тяжело быть блондинкой и при этом работать в IT-индустрии. Буквально пару месяцев назад моя коллега, руководитель отдела мобильного маркетинга и по совместительству тоже блондинка, выступала на другой конференции и во время ее презентации кто-то восхищенно откомментировал в двигателе, ну надо же, девушка, а так хорошо разбирается в технологиях. И я подумала и решила, ну сколько можно пытаться сломать стереотипы? Давайте лучше мы с ними поиграем. Всем доброе утро, меня зовут Юлия, я работаю в компании Невасофт и сегодня я расскажу вам об издательстве в AppStory с точки зрения секса. В презентации будет два типа слайдов. Половина слайдов будет посвящена условно говоря сексу, вторая половина будет посвящена AppStory. Рассказывая про секс я буду приводить примеры из личной жизни, из общечеловеческого опыта и в основном это будут ситуации, довольно всем знакомые ситуации поиска сексуального партнера, свидания, что происходит на свиданиях, что происходит после, как сделать так, чтобы свидания прошли успешно. Вторая часть будет серьезная, это будут графики и цифры из нашего издательского опыта, из опыта издания игр в AppStory. У меня будет к вам небольшая просьба. Когда я буду рассказывать про секс, вы, пожалуйста, будете про AppStory. И наоборот, когда я буду рассказывать про AppStory, вы будете про секс. Вы удивитесь, когда вы увидите, насколько все работает работает под тем же самым законом, что в реальной жизни, что в AppStory. Я думаю, что с файда после третьего у вас и у меня начнет все получаться. Итак, если есть игра, есть разработчик и издатель, какую цель преследуют, в общем-то, и разработчик, и издатель? Конечно же, цель у всех одна. Привлечь как можно больше пользователей, получить как можно больше скачиваний. И в итоге заработать как можно больше денег. Вопрос в том, как этих пользователей привлечь. Учитывая, что в AppStory сейчас более 500 тысяч приложений, даже если вы сделаете мегахит какой-то, 5-10, неважно, то люди вообще о нем узнают. Поэтому задача издателя как раз, прежде всего, привлечь этих людей к продукту. Итак, есть неплохая игра, есть AppStory, есть потенциальные покупатели, как сделать так, чтобы у них все случилось. А что мы делаем в жизни, когда хотим, чтобы у нас все случилось? Мне кажется, ответ на этот вопрос зависит от того, знаем ли мы чего и кого конкретно хотим. Ну, к примеру, если, допустим, мне нравятся бодибилдеры, то будет, наверное, глупо ходить искать их в библиотеку. Наверное, разумно будет пойти в спортзал, собственно, и там их будет много. Или, например, если вы мужчины и вам нравятся, не знаю, хозяйственные девушки, то, наверное, лучше всего их поискать не в стрип-клубе, а, допустим, не знаю, пойти в кружок, кроме и шитья, если такие еще есть. Там шансов найти ту самую, которая вам подходит, шансы будут выше. И вообще, знаете, в жизни, если знаешь, чего хочешь, то ситуация заметно упрощается. Что происходит в AppStory, когда пользователь приходит в AppStory, если он уже знает, чего он хочет? Будет ли ситуация для него простой? Во многом и почти полностью зависит от издателя. Допустим, человек приходит в AppStory и знает, какие игры ему нравятся. Например, стратегии, гоночки, симуляторы, все, что угодно. Логично, что он может поискать что-то и попробовать найти. Например, по запросу Hidden Objects в AppStory на первой странице выдачи будут все Hidden Objects из-за нынешнего софта. Как мы не отбиваемся, это два фактора основных. Это правильный выбор названия и подборка гейбордов. Всего 100 знаков, которые в итоге могут дать вот такой результат. Вообще, действительно, нам хорошо, когда, хорошо и просто, когда точно знаешь, чего ты хочешь. К сожалению, жизнь штука сложная, и часто бывает, что мы понятия не имеем, и чего мы хотим. Даже если девушка мечтает о принце на белом коне, зачастую, как конкретно выглядит этот конь, несутствие принц, она представляется другой. Что же делать в этом случае? Наверное, стоит просто оказаться в том месте, где много тех самых потенциальных сексуальных партнеров, чтобы было просто из чего выбирать. Ну, не знаю, ботиную вечеринку в ночной клуб или на конференцию разработчиков игр. Дальше все зависит от чего. На что мы первым делом обращаем внимание, когда видим человека противоположного пола? Вот задумайтесь на секунду. На что вы первым делом обращаете внимание? Я такой вопрос задала прохожим на Невском проспекте. Сейчас мы посмотрим короткое видео, посмотрим, что же они ответили. Главное, чтобы все заработало. Попытка номер два. На что вы первым делом обращаете внимание, когда видите девушку? На глаза, на глаза, на волосы. Первый сон на девушку? На глаза. На глаза. Или какой-то ответ? Первичный сон на вторичный, кого вы предназначены. Самое лучшее у нее глаза. На лицо, на глаза, как глаза. Первый сон, вопрос. Ага, грудь. Молодец, мужчина. На глаза. Наверное, на лицо. Нет, конечно же, как выглядит. Одежда была невязной, обратной. На внешность. Как она леда, я не знаю. Как себя ледет. На внешность. На глаза, на солнце, на тигура выбран. Ямочки. Ну, наверное, на внешность его. На рост. Интересный вопрос. Как же? Рост. Полностью оцениваю ее внешность. Навешившись иногда. Мне нравится, что она пока симпатичная женщина. Которая поцелуй на вас. Для длинных вопросов, я, конечно, посмотрели не смотрю. Которая поцелуй. Ну, зимой, в принципе, Которая и запись, ничего не видно. Все остальное, шпионерно. Итак, если обобщить все вышесказанное, то можно дать... А, еще раз посмотрим. Другой раз. Итак, если обобщить все вышесказанное, то можно сделать вывод, что первым делом мы, конечно же, смотрим на внешность. Буквально несколько секунд, которые позволяют нам оценить, что будет свидание успешным дальше. Случится оно или не случится. Оборотка такая, знаете, важная очень. Что будет внутри, но и потом. В App Store... Да что ж такое? Просто заколдовывай, ну как вырослай. В App Store все происходит точно так же. Первое, что видит пользователь, это иконка. Это внешность вашей игры. Вот от того, понравится ему иконка или нет, может решиться судьба игры в итоге. Это внешность, это те самые глаза, грудь и все остальное для игры в App Store. Если пользователю понравилась иконка, он может принять решение зайти дальше и зайти на страницу игры, собственно, и там он видит, обязательно должен увидеть и видит на страницах наших игр скриншоты. Очень, знаете, жалко бывает, когда заходишь на страницу того, и в новом приложении, видишь, что всего три скриншота из пяти, возможно, грустно, потому что в App Store не так много возможностей игру рекламировать, и мы используем их по полной. Причем скриншоты здесь не просто снимки экрана, это каждый раз коллаж с теглайном, со слоганом, который максимально полно представляет игру и подчеркивает ее достоинства. Описание тоже плохо, если это много букв, сплошной текст. Мы обязательно стараемся выделить достоинства игры, чтобы пользователь мог быстро, взглядом пробежать и понять, чего он хочет. Хочет ли он вообще чего-то. Видео обзора размещать, сожалению, нельзя, но зато его можно размещать на странице игры на официальном сайте. Кроме обязательных треймеров, мы делаем еще видео обзоры, это только для видео с ведущей, которая это видела, кажется. Игра рассматривается со всех сторон и позволяет человеку, который смотрит это видео, получить полное представление и, соответственно, принять решение качать или не качать. Что еще можно сделать, чтобы свидание прошло успешно, чтобы тот самый секс у пользователя с игрой или у вас человека противовозного года все-таки случился? Вы знаете, мне бы в этом случае наверное стоило пойти туда, где будет много тех, кто смотрит, например, мои видео обзоры на YouTube. Почему? Ну, просто по такой причине, что для этих людей я была бы звездой в итоге и все сразу стало бы проще. Знаете, я несколько лет работала на радио, уже много лет не работаю, но без этого, если мне нужно произвести впечатление на мужчину, я обязательно упоминаю этот факт. Мы всегда работаем. Дело в том, что если вы знаменитые, то свидание проходит гораздо проще обычно. Ну, например, мне кажется, у Вани Урган, когда проблемные свидания в принципе не бывают. То же самое с игрой. Если ваша игра знаменитая, если пользователи про нее где-то слышали, что-то знают, шансы на то, что свидание с игрой пройдет успешно, резко возрастают. Что мы делаем в Дене Запуск? В Дене Запуск мы обязательно рассылаем пресс-релизы по базе журналистов и СМИ более 700 адресов. Мы делаем прямую рассылку пользователей, пользователям более 500 тысяч и обязательно договариваемся с редакторами крупных порталов о том, чтобы они написали обзоры на нашу игру. Здесь многое решают личные связи, потому что, вы знаете, если на портале есть несколько человек, например, авторов, один припитает про аркады, другой про квесты, кто-то еще про что-то. Здесь важно знать, кому именно написать, ну и плюс достаточно представить вообще поток просьб, которые валятся на авторов таких сайтов. В среднем на нашей игру было около 10 обзоров на разных сайтах, и это дает очень многое, очень хорошей эффект. Когда пользователи знают об игре, они идут и ее качают, а потом и покупают. Что еще важно, чтобы свидание прошло успешно? Ну, допустим, оценили мы внешность, оценили мы иконку, скриншоты, представили себе видео, да? Что еще может повлиять на успешный исход свидания? Наверное, важно то, что происходит чуть позже, после встречи, разговор, да? Как он сложится, будет ли чувство юмора у собеседника, вообще, можно ли с ним о чем-то разговаривать? И здесь большое значение имеет язык, на котором он поразговаривается. То есть, если вы разговариваете на разных языках, нет, я знаю примеры, у меня есть знакомая пара, например, у итальянцев, которые разговаривают еще на английском, она русская, ни на каком языке больше не разговаривает, они, мы реально сего-то провстречаться, как-то, да? Я не знаю, как они поделывают, но примеры есть, но все-таки единичные примеры, да? Как правило, диалог все-таки нужен. Кстати говоря, в прошлый раз была в Киеве, на casual connect, и ко мне подошел молодой человек, мне показалось сначала, что он просто говорит по-русски с украинским акцентом, не задал какой-то вопрос, я начала отвечать, мы начали разговаривать, через пару минут я поняла, что не, нифига, разговаривает он по-украински, а я, естественно, по-русски ничего не понимаю, но как-то уже было неудобно говорить, что, ну, знаешь, вот несколько минут мы разговаривали непонятно о чем, поэтому я делаю, что я понимаю, лихорадочно пыталась появить знакомые, корни в разговоры, в общем, вид сделать не удалось, но через 10 минут, при первой же возможности, я сбежала, потому что как-то тяжеловато общаться с человеком, если вы разговариваете на языке, который вы не знаете. В App Store мы всегда стараемся разговаривать с этими пользователями на тех языках, которые они сломаны. Мы делаем локализацию игр на 10 и более языков, локализацию самих игр, локализацию описаний, локализацию скриншотов, арта и, иногда, названия, если нужно. Зачем это нужно? То есть, во-первых, есть такой стереотип, что делается игра на английском языке и с арендацией только на англоговорящие страны, но там все деньги. Это давно уже не так. У кого-то, видимо, отголоски вчерашнего свидания сейчас звонят. Так вот, например, по итогам третьего варта есть статистика, что количество скачиваний приложений в Европе почти сравнялось с количеством скачиваний приложений в США. Поэтому не зарабатывать деньги, которые есть, которые можно заработать, как-то глупо. Плюс, примеры того, что игра вышла только на английском языке и покорила только всех стран, они есть. Например, моя любимая игрушка от Disney, Raise My Water, на которой мы все в ней играли, с чудесным крокодилщиком. Через три дня после релиза она покорила только всех стран, в том числе и российский, будучи только на английском языке. Но последнее обновление вышло вот на этой неделе, и там название теперь «Крокодилщик с лобом», «Описание на русском языке». То есть, наверное, компания не зря приняла решение о том, что им нужно заморочиться и сделать описание игры на русском языке. Наверное, они что-то в этом увидели. Ну и плюс, скептически все относятся к русскому App Store, совершенно напрасно. Некоторые наши игры иногда 20% от всей выручки собирают игру в русском, в российском App Store на русском языке. Допустим, допустим, прошел успешный диалог, все все друг про друга помнили, как мы поговорили, вот уже, казалось бы, можно куда-то идти. Звучит, не всегда так бывает, да? А могло бы быть в случае, если бы мужчина и женщина друг другу помогали. Ну, например, если бы мой бывший мне позвонил и сказал, ты знаешь, он ей знакомый, вот он точь-в-точь, как я, только, не знаю, цитирует Нильше, у него кубики на пейс, и он носки по квартире не разбрасывает. Вот такой мужик просто, он для издавы создан друг для друга. Давай я вас познакомлю. Был, но просто замечательно, потому что, ну, кто еще, можете, на случай. В таком случае, спешный исход свидания, наверное, был бы гарантирован. Вы знаете, в App Store то же самое, называйте Cross-Pro-Motion. Мы делаем Cross-Pro в обязаниях, обязательно 4 тысячи знаков, их нужно использовать не только на Усани игры, мы, собственно, вот рекламируем и другие игры здесь. Плюс, у нас есть своя закрытая рекламная сеть, это 3-7 баннер, который встраивается в интерфейс игры, только в меню, внутри игры, его нет, игрового процесса не мешает. И сети арт таких баннеров, может, средний сети арт, стекает 10%. Вот для баннеров эта цифра достаточно фантастичная. И более того, у нас есть игры разных жанров, мы запускаем, например, стратегию, да, мы выбором ставим рекламу этой игры в других наших стратегиях, потому что мы знаем, что эти пользователи точно любят играть и точно любят стратегии. Соответственно, все, кто перейдет туда, они с большой вероятностью игру не скачают, они еще с большой вероятностью губят игру, потому что мы знаем, что им это нравится. Помни, в принципе, имея сейчас в Абстане 18 игр, имея большую аудиторию, мы можем направлять трафик целевой, таргетированный на те приложения, которые мы считаем сейчас, сейчас это нужно. Если свидание проходило в баре, например, да, то мне все-таки приятно, если с момента знакомства все напитки в баре, в доме коктейля становятся для меня бесплатными. Нет, не потому что все женщины на контейне, да, и нам нужны деньги ваши. Нет, дело не в этом, но, знаете, хорошие там мужчины были, или нет, ничего неизвестно совершили, да, а вот такой жест там все-таки приятный. В Абстане эта ситуация называется ценовой маркетинг. Ценовой маркетинг, слово, словосочетание очень красивое, его все используют, и более того, используют не только слово, но и, собственно, сам ценовой маркетинг, что это, да, игродилась бесплатно, платная цена снижается, повышается. Это очень просто делать, поэтому все, кто имеет игру вовсе, и, может, не представляете, что такое издавать игры, да, это обязательно делай. Вопрос здесь тот, когда это делать, как это делать. Так вот, мы знаем, когда и как это нужно делать. Здесь пример графика нашей игры Суперкорова, которая начала продаваться за 3 доллара, продавалась, продавалась, потом мы ее сделали несколько дней бесплатной, количество скачиваем просто, Суперкорова. Мы этот график использовали, собственно, на запуск тройной нашей игры. Что касается самой Суперкорова, это позволило увеличить хвост продаж. Сейчас я перейду опять снова к теме секса и открою небольшой, может быть, женский секрет. Хотя, вы знаете, чем больше живу, тем больше убеждаю, что у мужчин все происходит абсолютно так же. хотя они упорно делают вид, что это неправда. Что первым делом сделает девушка на следующий день после успешного свидания? Ну, или успешного, в общем-то, неважно. Первым делом мы возьмем позвонить подружке, расскажем, что ты представляешь, вчера познакомилась с вам такой, было так здорово, было так, это, это, Ну, просто поделиться, собственно, да, и пусть завидуют, в конце концов, и просто верят, что так еще бывает. А я начала с того, что мужчины так обычно не делают, это неправда, мужчины обязательно так делают, я не сомневаюсь, обязательно хвастаюсь, рассказываю, все мы люди, в конце концов, да. Мы предоставим пользователям возможность сделать это, когда они играют в игры. Это, естественно, социальные сервисы, Twitter, Facebook, ВКонтакте, если не очень хочется рассказать о том, как круто, как с этой игрой замечательно все происходит. Пользователи могут лайкнуть нашу традицию в Facebook, в Контакте, или сделать твит. По статистике, кстати, всего в 20% приложениях приложения используют интеграции социальные сети. Почему? Совершенно непонятно. Потому что, ну, просто представьте, да, если 100 человек лайкнет игру, у каждого человека в среднем по 200 друзей, 100, нажая на ответ, получают 20 тысяч контактов с брендом, совершенно бесплатно это раз и наиболее эффективно это два. Потому что, чему мы верим? Мы верим, конечно, в том, что нам говорят наши знакомые, друзья, и гораздо более склонны совершать какое-то действие, если оно нам порекомендовано. Например, такой, буквально пару дней, на этой неделе, несколько дней назад, у нас в офисе неожиданно включили электричество, подходит мой коллега с айфоном, он подсветит фонариком оттуда, я говорю, боже мой, как ты это сделал, почему у меня нет? Говорит, это приложение такой, я говорю, отлично, захожу в App Store, набираю слово фонарик, и, естественно, мне выдают нам миллион фонариков, и я говорю, ну что такое? Вот это. Естественно, как вы можете предположить, я скачала тот самый фонарик и установила его. Потому что рекомендации друзей, будь они в реальной жизни или в социальных сетях, они значат достаточно много для нас. Ну что же, еще один жесткий секрет, если свидание прошло, недалеко разрушили большие отношения, от тем секса плавно переходим, потому что бывает после. Я думаю, что этот секрет мужчины прекрасно знают, наша женская особенность, мы всегда все вспоминаем. Потому что только мы не можем сказать, а помнишь, что, года назад, в четверг, в 18.33, ты целых 30 секунд смотрела на ту брюнетку? Я помню, я когда еще решила при случае упомянуть, и вот этот случай настал. Мы все так же запомнили, анализируем, думаем, почему он сказал так, зачем он сел туда, и так далее. С играми в обзоре мы делаем то же самое. Обязательно анализируем, сколько пользователей пришло, что они в игре делали, время игровой сессии, в какой момент лучше предложить пользователю заплатить, в какой момент лучше предложить ему поставить на звездочный рейтинг, и так далее. очень важно анализировать, запоминать, что происходит в игре внутри, подглядывать, так сказать, на самом интересном. Если свидание с игрой состоялось, ну, не свидание, не с игрой, а в жизни, то, нет, это, кстати, не предложение, руки и сердце, я все еще про секс. Но, значит, что важно, можно достаем устремки сюрпризы, что-то как-то девушке удивлять, приносить цветы, в конце концов, грубое сердце предлагать, это тоже сюрприз, не всегда приятно, но тем не менее. Важно что-то все время делать новенькое. Еще до запуска игры мы готовим график обновлений. Обновлений думаем о том, когда их запускать, зачем, что в них будет. Что дает обновления? Ну, во-первых, вот я в эту игру сначала появилась такая красная штучка, которая меня, кстати, очень раздражает, но ничего поделать с собой не могу, тут я иду скачиваю, потому что не выбраком, да, вот горят цифры, да, пользуется эффективно их немного качает, причем чем дальше, тем больше. Это, в свою очередь, добавляет, прибавляет вот к числу скачиваний игры вообще не один к одному, да, но маленький процент. Если пять человек скачали обновления, то к общему количеству скачиваний игры может прибавиться, я не знаю, сколько вы в деле знаете, да, но есть предположение, что может быть, ну, два скачивания прибавятся, да, соответственно, на больших числах это может иметь значение. Количество скачиваний помогает игре подниматься в топах. Плюс это позволяет держать хвост игры. То есть, как бывает, да, игра запускается без отдельной поддержки, она запустилась, так, и все. И нужно срочно делать новую игру, потому что денег у меня осталось. Когда мы запускаем игры, они очень долго продолжают приносить деньги, у них такой очень жоркий хвост продаж, который на протяжении долгого времени продолжает радовать нас, и достигается это во многом благодаря выпуску обновлений. Если, как я уже говорила, случилось страшное, случились отношения после, то рано или поздно, у кого-то рано, у кого-то поздно происходит что? Случаются какие-то проблемы. Поясними идти, ну, в России, пока не мере в Украине, привык-то звонить к друзьям, спрашивать целый, это очень важно, когда дружеская поддержка есть, потому что без нее бывает очень сложно. С вами тяжело это бывает, да? У нас есть техподдержка для наших пользователей круглосуночная, 7 дней в неделю, основные два языка русский и английский, но если нам, вроде, кто пишет на китайском, у нас есть возможность одеть, мы их на китайском, и мы так и делаем. Достаточно оперативно помогаем решить все проблемы, баги, если они вдруг возникают, они у всех всегда возникают, да? Здесь главное среагировать. Ну и последний, пожалуй, женский секрет, или не секрет, мы обсуждали недавно тему, да, что делать для того, чтобы, собственно, свидание скучалось, да, чтобы секс происходил, и вообще для этого, ну, нужно не сидеть робо на одном месте, да, нужно что-то с собой делать, нужно пытаться хорошо выглядеть, нужно заниматься спортом, не знаю, читать умные книжки, да, и тогда все будет случаться. Так вот, кстати, вот не знаю, как мужчины, но девочки точно, да, особенно перед каким-то свиданием могут тратить очень много времени и сил на подготовку. Кстати, в такой пример у меня подружка сходила на профессиональный мастер-класс профессиональной косметики, который, кстати, в бою-роле судьбы называется Мак, специалисты сделали макияж, выглядела она шикарно, все отлично, потом ей посчитали, а сколько бы стоит, чтобы она приобрела все эти средства, и каждый день выглядела сама, делала такой макияж сама. Получилось порядка 500 баксов. В случае с играми и запуском игры все то же самое, только размер больше-то другой. То есть 500 баксов в этом случае ничего не значи, работа специалистов, которая длится примерно две недели, команда в итоге получается стоит порядка 10 тысяч долларов по 10 тысяч долларов. Две недели специалисты готовят игру, они начинают от того, что встраивают те самые специальные элементы, о которых я говорила, и нашу рекламную сеть, они пишут обзоры для редакторов сайтов, как правило, обзоры нужны в трех вариантах, разные по объему, пишут пресс-релизы на разных языках, договариваются с редакторами и так далее. То есть делают все для того, чтобы на момент свидания пользователя с игрой игра выглядела идеально. Все, чтобы у нее было хорошо, чтобы и внешность была хороша, да, и внутренность тоже, безусловно. Все это позволяет нам проводить наши свидания с пользователями. удачно, секс случается часто. Из наших самых больших достижений это здесь на слайде две игры, Майнгреберс и Пайнер Лэнс, они были номер один, топ-фри УС, и вот пятницу улетала я из офиса, наша игра Биллинг, The Quest, она была на первом месте огород УС, то есть общий топ-приложений в СССР. Плюс, как я уже говорила, не только США имеет значение, да, так как игры выходят на всех языках, мы занимаемся продвижением во всех странах, то и в других странах мы тоже покоряем обязательно топы, и российский App Store, и европейский, и гибайский тоже. Если вы хотите, если у вас есть игра, если вы хотите, чтобы у потенциальных покупателей с ней тоже происходил секс, причем происходил удачно, можете обратиться к нам, и мы сделаем то же самое для вашей игры. Здесь есть e-mail, пишите или можете задавать вопросы прямо сейчас. У меня все. Спасибо большое, Юлия, было очень интересно. Теперь вы можете задать вопросы, и у меня такая просьба, когда человек уже задал вопрос, следующий может поднять руку, чтобы я сразу подошла, и у нас не было задержан с передачи микрофона. Пожалуйста, кто хочет задать вопросы? Всем все понятно, где бы это было. Спасибо за интересный доклад. Там был слайд с суперкоровой, там, где вы показывали, что у нас стоило 3 баксов, потом продажи просели, вы сделали ее бесплатной, и потом снова поставили 3 баксов. С точки зрения именно маркетинга и отношения к пользователям, негативно ли это относится к тем пользователям, которые купили и заплатили реальный не доллар, потом она стала вдруг бесплатной, и люди просто не понимают, за что они заплатили эти деньги. Вы знаете, это на самом деле достаточно частая ситуация, когда игра продается за деньги, и потом становится бесплатной, и пользователи, многие те, которые не любят платить деньги, они на самом деле ждут, ну на сайтах, не знаю, на российских сайтах, сайт ipods.ru, знаете, наверное, да, или на самых популярных, там, как только происходит что-то такое с хорошей игрой, они обязательно пишут, игра стала бесплатной, и люди, которые хотели получить потензионную версию, да, они идут скачивать. Ну, отдельные, недовольные, может быть, случаются, но, я говорю, что практика распространенная, и можно просто варить момент, причем бывает, что мы, как недели, в данном видео на других играх, когда игру запускают, сразу пишут, что сейчас игра стоит столько, тогда торопитесь, через две недели мы поднимем цену, или наоборот, да, можете подождать, скачать, а там, через какое-то время вы сможете ее приобрести дешевле, да, то есть различные, ну, то же самое в магазине распродажи бывают, да, то есть можно купить дорогую вещь в СИЗО за дорого, а можно дождаться зимней распродажи и купить ее за 5 баксов. У меня такой вопрос, я не в бюджете, ни разу не услышал такого пункта, как тренировка секса на резиновой женщине, дело в том, что вы, как издатель, предоставляете услуги, кюри, так сказать? Но мы не предоставляем услугу, у нас есть, да, специально обученные люди, которые, специально резиновые женщины, на которых можно потренироваться, но на самом деле с мужчиной. Так, все условия, как ее есть, все игры проходят, полноценная, и так как мы на рынке игр не мобильных, а вообще уже более 9 лет, то есть начинали мы с casual-downloading, то как бы резиновые женщины у нас уже проверены и свое дело знают. Спасибо. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а как насчет бесплатной игры? Как насчет бесплатной игры? Ну, вот вы все рассказали про платные игры, а бесплатные игры. Нет, смотрите, платная игра или бесплатная, это уже определяется, когда решаем, как монетизировать игру, да, издавать совсем бесплатную игру, да, у которой не планируется продажа какого-то контента в дальнейшем за деньги, но, наверное, смысла особого нет. Либо, если, я понимаю, да, что, например, вы говорите о какой-то бесплатной игре, которая собирает трафик, и в дальнейшем этот тратик можно использовать. Но в дальнейшем этот тратик будет все равно монетизированный, все равно можно поделиться продажей. У нас, например, игры, так как сейчас большинство изданных нам игр, это портированные игры с PC, они продаются по такой модели, есть лайт-версия бесплатная, и из нее можно сделать и на перчейс, полную версию прописи, и параллельно продается платная версия. То есть сейчас мы планируем, кстати, пустить игрушку новую, которая будет продаваться абсолютно бесплатно, но она соберет тот трафик, который в дальнейшем будет монетизирован. Схема разная, акционы бесплатные, вы видите на проценты, которым делимся, да, если... Нет? Вообще, как бы вот, игра в обстворе бесплатная, или игра в обстворе платная, или же это вообще разное? Игра в обстворе платная, или игра в обстворе бесплатная, у них же разные жизненные циклы, вопросы мы задаем, да? Ну да, соответственно, все зависит от игры, да? То есть для тем, как игру запускать, мы определяем, какой способ монетизации, какой способ распространения для нее подойдет больше. И если это игра, у которой много контента, много уровней, ну, например, наша игра, игра, про которую я сегодня говорила, то мы запустили, например, изначально Lightverse, с которой можно было приобрести уровни, несколько уровней дальше. Через какое-то время мы выпустили обновления, еще добавили уровни, нарисовали еще уровни, еще добавили и так далее. То есть все зависит от игры. Если это Hidden Object, то есть Lightverse и остаток игру, потому что там уровни особо ничего не продаж. Ну, в виде получите, например, мы можем подавать подсказки дополнительно. То есть все зависит от игры. Не беспокойтесь, я до всех приеду. Если у кого-то есть дополнения к вопросу, пожалуйста, проднимайте руку еще раз. Важно задавать вопросы в микрофон. Давайте дадим возможность задать как можно больше количества людей. Поэтому следующий вопрос. Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если вы можете раскрыть количество скачиваний, у вас будет положено в самом успешном моменте, пожалуйста, скажите. Нет, я не смогу, причем даже в данный момент просто потому, что не знаю. Я могу сказать, что у нас активная база лояльных пользователей. Лояльные пользователи – это те, которые устанавливали приложение хотя бы несколько раз. Вот такая база пользователей у нас сейчас более 2 миллионов. Это достаточно много. Могу, если вдруг попросите, вы, конечно, сейчас попросите, перевести какие-то цифры как раз по продажам. Сколько игра может заработать. Вот скачиваний не знаю. Хорошо, спасибо. Я так понимаю, портфель ваших игр 16 скидров, да, выставляете? На данный момент уже около 18. У нас осенью, например, мы выпускали игру раз в неделю, каждый четверг, и продолжаем это делать. А можете его охарактеризовать? То есть, я так понимаю, у вас в основном хайденовый игр. Какие еще есть? Нет, не только. То есть, в основном у нас сейчас это порты с PC, да? То есть, вот как раз, я думаю, что мы успеем до начала запустить игру, сделать уже специальный подальфон и подальбан. Что касается жертв, нет, у нас есть отказы, у нас есть hidden object, есть противень. Ну, если по проценту, да. Сайт icon-newasoft.com Там все игры, которые мы издали, они есть со всеми видео, скриншотными иконками. Заходите. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. У вас по последний слайд, где вы, знаете, 10-ти, на раскрытии, и там у вас есть момент про устраивание программистов ваших кросс-промоушн, в вашей сети, когда вы всегда обязательны условия, или вы их справитесь, или вы можете отдать разработчикам это делать? Как правило, знаете, в чужом, я, несмотря на то, что я не программист, да, меня слышала, это и верю в видео, которые это говорили, что в чужом коде копаться как-то неприкольно. Поэтому, как правило, допустим, мы делаем продюсирование, да, в этом случае продюсер дает советы, рекомендации о том, что в игре нужно сделать, а разработчик, собственно, делает. То есть, если речь идет обстраивании чего-то, мы даем, что встраивает? Разработчик быстро как-то интегрирует, так как правило получается быстрее и эффективнее, потому что, ну, выше, чем сам разработчик, мы их в игру не знаем. И, кстати, раз уж вы упомянули слайд про 10 тысяч долларов, я хочу сказать, что, на самом деле, монетинговый бюджет на запуск и первичный старт игры, он в два раза больше. Средний бюджет будет 20 тысяч долларов. В возле 20 тысяч долларов входит те 10 в ближайшие работы специалистов, и плюс еще минимум 10, это сто разного тратника, который мы на игру обязательно пустим. И при запуске, когда все вместе начинает работать, все пресс-релизы, обзоры, трафик, все-все-все сконцентрировано в одном усиле, это дает игре очень большой толчок, который ее зачастую может сразу выглубить в тон. А дальше, как вы понимаете, игра оказывается в тон, и получает много органических уже закатчиков, люди ее видят, и скачивают больше, и она продолжает там держаться. То есть все, если игра там оказалась, то считайте, что вы победили. Юлия, здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня вот, как передать вам такой вопрос, был предыдущий доклад по Мирниладу, да, кросс-платформная пи-платформа. Работаете ли вы с такими кросс-платформными коронами, SDK, Мирнилад, были у вас какие-то проблемы, и издаете ли вы на антроиде? Если вы были на самом начале презентации, начиная с того, что тяжело быть плантинкой в IT-индустрии, поэтому я всегда, когда мне задают вопросы про код, на чем мы пишем, на каких платформах мы делаем, у меня немножко они были вступы. Я могу сказать, что с Мирниладом мы точно работаем, это все, что я могу сказать. Если вы напишете вопрос на e-mail, я передам специально научить людям, которые знают, на чем конкретно мы это делаем. Но, кстати говоря, если у вас есть игра, допустим, PC хорошая, мы можем ее с вами портировать. Что касается антроид, то у нас сейчас в разработке две игры, они год-вот будут закончены, планировали чуть раньше, вы сами представляете, сколько там всего интересного с андроид-устройствами. Они вот когда будут, у нас все готово, все исследования у всех маркетов есть, можно куда-то пускать и как. Как только мы запустим, это конец года, этого или начало следующего, мы сразу же начнем предлагать издательство на антроид-маркетах, сразу поставим на поток. Ну, вот-вот. Добрый день. Другой вопрос. Спасибо за подклад. Если у вас какие-то требования определенные, как вы определяете, будете ли вы сдавать эту игру или не будет? Все зависит от конкретного продукта, да, у нас есть продюсеры, как правило, вот у нас есть стенд, где мы сидим, да, и когда к нам подходят, задают такой вопрос, мы говорим, присылайте нам игру. Причем, чем раньше пришлете, тем лучше, если это какая-то альфа-версия, хоть что-то, во что можно поиграть, присылайте, мы посмотрим. Если продюсеры решат, что в игре есть потенциал, то дальше работу можно строить следующим образом, либо вы ее сами уже доделаете, либо начинаем работать, продюсировать конкретно, да, советую, что и как уже сделать, то есть это проще, чем потом все переделать сначала. Но чтобы отвечать на ваш вопрос, чтобы дать ответ «Может ли мы игре сдавать или нет?» нам нужно на нее посмотреть и поиграть. Все. Ну, то есть конкретных каких-то… Конкретных нет, каких-то общих требований, они бессмысленны совершенно, да, может быть игра с гениальной задумкой, но у нее там, не знаю, гипплей, нужно доделать, чтобы баланс был, да, ну, не доделать, поможем вместе доделать, да, а может быть игра с потрясающей графикой, например, там, совершенно не в него, что играть, но мы откажемся. Здесь сложно, сложно сказать абстрактно. Добрый день, у вас было очень много интересных, информативных слайдов со статистикой и хотелось бы узнать, есть ли какая-то информация по следующему вопросу. Вы в начале презентации упомянули промо-ролики в виде новостей для каждой игры. Насколько это эффективно для продаж? Ведь, когда пользователи заходят в App Store или на сайт выбирать игры, им иногда, ну, не хочется тратить три минуты времени, я думаю, что вы на идее посмотрите. Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Я могу сказать так, что обзоры вот эти трехпинутные, они зачастую даже не столько для пользователей, которые действительно, ну, вам нужно это найти, посмотреть долго, да, на YouTube, вы знаете, 30 секунд любят люди смотреть ролики в среднем, потом закрывают. Вот. Эти обзоры нужны прежде всего для работы как раз с редакторами сайтов. То есть, я думаю, что поток на них влияется очень большой всего, и что вы вас заметили, то есть, они наших обзоров очень даже ждут многие. Представляете, прибыли-то посмотрели, все, они все про игру знают, знают, видят интересно, нет, то есть, обзоры троятся каким образом, то есть, как правило, это я стою перед камерой и говорю бла-бла-бла-бла, игра такая, и потом идет видеогеймплей, и закатровый голос рассказывает, что происходит в игре, какие достоинства есть, потом снова я бла-бла-бла, потом снова видеогеймплей. Короче, за три минуты можно получить полное представление. Плюс, бывает так, что Apple по своим каким-то космическим причинам может отклонить приложение, да, сказать, что там что-то не так, у них бывает такое. Опять же, одни сами просят, например, видео деймплея или какое-то видео, которое игру может показать, это тоже помогает. Здравствуйте. Кто здесь? Окей. Здравствуйте, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, насколько влияет на продажи переводного локализации на дополнительные языки, например, португальский, итальянский, то есть, если мы не берем английский или российский, допустим, ну, как в этих странах хорошо влияет, то есть, например, китайские пользователи, если, ну, конкретные цифры вы хотите? Очень сложно понять, даже, какие предпозителенные данные вам дать, потому что мы издаем игры всегда на тех, всех языках, и то есть, почему вообще мы это стали делать, опять же, наш опыт в PC-играх изначальной, французы, они по-английски на самом деле принципиально не любят, да, китайцы тоже по-китайски, вот, какие-то конкретные цифры, я не знаю, вы напишите, я попробую узнать, что это, да, он прямо сейчас, наверное, не готов опять, но я знаю, что у всех поддержку поступают запросы на всяких разных языках, раз эти запросы есть, значит, это востребовано, ну, как-то логика. А, вы сказали, что можете рассказать цифры о заработке? Я ждала этого вопроса, да, я не знаю, интересно, вот, на примере том, американцы, всем хотят, очень интересно, сколько месяц играет заработка, сколько, которое попадает. Какие цифры, я не скажу. Я хочу снова. Нет, я что-то скажу, раз я обещала. То есть, смотри, на самом деле, это мой нелюбимый вопрос, самый, и когда мы занимались только PC-играми, вот, приходит разработчик, говорит, есть игра, мы говорим, давай, есть, да, сколько денег заработает игра? Да, не знаю я, сколько денег заработает, да, игра хорошая, да, футболзоватиму понравится или нет, опять же, по каким-то безнечным причинам, непонятно, да, мы решили, что, чтобы давать какие-то данные, мы будем основываться на своих играх и говорить, что, например, наша аркадная игра, одна из наших аркадных игр в AppStory, по тому, что она показывает сейчас за полгода, у нас есть предположение, что за первый год она заработает порядка 150 тысяч долларов. Квест, например, да, показывает сейчас результаты в течение пары месяцев, да, есть предположение, что за первый год он заработает точно больше 200 тысяч долларов, а, скорее всего, в районе 300 тысяч долларов, потому что количество игр увеличивается, трафик у нас растет, опыт тоже, и в зависимости, многое зависит тоже действительно от игры. Плюс, вот эти цифры, это, напоминаю, цифры по играх, спортированных с PC платформ на платформу iOS, то есть, есть предположение, что если делать игру, заточенную изначально под iPhone или iPad, эти цифры могут увеличиваться. Здравствуйте, спасибо за интересный доклад, очень жизненный. Хотел бы вас спросить, вот сейчас на экране цифры 20 на 80, это гарантированные эти цифры, и вот, я хотел спросить, входят ли сюда резиновые женщины, то есть... Резиновые женщины точно сюда входят, я еще, кстати, думала о людях, которые не слушали доклад, заходят такие, знаете, а мы тут про резиновых женщин разговариваем. Я поняла вопрос, спасибо, да. Цифры гарантированные, значит, эти цифры 20 на 80, в случае, если вы надаете готовую игру, вот вы игру уже сделали под iPhone или под iPad, приходите, вот у меня есть офигерная игра, мы смотрим, ой, а игра правда офигенная, мы говорим, давайте, мы начинаем ее готовить, вот та цифра в 20 тысяч долларов, которую я озвучивала, это цифра за наш счет, из вас она не вычитается. и когда игра начинает продаваться, как только мы получаем деньги от этого, то мы, собственно, сразу с вами ими делимся. Если игре необходимо продюсирование, и продюсирование начинается, например, на раннем этапе, процент может меняться, ну, о нем, об этом же договоримся заранее, не так, что игра запустилась, знаете, мы вам ничего не дадим, нет, процент может меняться, соглашение может быть до 10 на 50, это максимум, ниже не опустится, но я хочу отговариваться заранее, в зависимости от того, сколько усилий нам нужно еще в игру вложить. Спасибо. Еще один вопросик, тут паблишинг в Apple Store, как бы рассказывалось, паблишите вы, или кто-то другой? Ну, вы сами паблишите. Оригинальный вопрос. Нет, спасибо, паблишинг мы издатели. Хорошо, а финты, есть какие-нибудь, что желательно сделать, чтобы паблишинг лучше? Ну, например, там все пять приносов полный. Что, в смысле, если вы сами хотите... Да, да, да. То есть, вы имеете в виду советы, чтобы, если вы сами будете сдавать, вы знали, как это делать. Ну, во-первых, мы, кстати, мы делали презентацию как раз на эту тему, моя коллега как раз выступала и рассказывала, учила людей, давала советы, как делать то или иное действие. Потом мы подумали, отказались от этой идеи, мы стали рассказывать, собственно, как мы делаем их, без тех деталей. Общая рекомендация, вот можете презентацию потом скачать, да, в общем-то, все, что мы делаем, это надо делать. Проблема в чем? Если команды разработчиков небольшая и издательского опыта нет, происходит следующее. Игра делает, игра нужна, что не плохая. Они ее запускают, выкладывают и ждут, что будет дальше, что произойдет с игрой, да? Ничего не происходит, игру никто не качает, никто не могу понять, кто же мне звонят на ночь. Была такая ситуация после тяжелого коннекта, когда была игра почти готовая, говорит, давайте на ночь. Не, не, не дадим. Запустили. Запустили, по-моему, в пятницу, в понедельник они мне позвонили. Говорят, ну, а давайте с вами работаем. А давайте. Потому что, вот, у разработчиков, нет этих 20 тысяч долларов, которые необходимы для старта. Нет базы журналистов, нет контактов редакторов и так далее, и там подобное. И нет просто ресурсов. То есть у нас целый отдел сидит людей, которые там, дельные и ночи, на круглосуточные практически работают. Вот. Если вы можете это позволить, то, конечно, да, вы можете. Еще маленький дополнительныйpe вопрос. Вы на себя берете затраты на маркетинг? Да, затраты на маркетинг которые озвучены на тех 15 тысяч долларов первоначальника, да. Мы берем себя, это наши затраты, это выгодно нам. Как я уж сказала, основная цель главная цель разработчика и издателя для заработка можно больше Бабу Аль и мы стараемся это делать вместе. Спасибо большое. Спасибо вам большое за активность. Спасибо большое, Юлия, за интересный наклад Спасибо.